До финала Кубка России по лыжным гонкам в Кировске остаются считанные дни. Масштабные подготовительные работы практически завершены. Сейчас идут последние приготовления. На стадионе Тирвос, например, специалисты возводят новые трибуны для болельщиков. Они позволят зрителям не упустить самые интересные моменты зрелищных соревнований. У Антона Рассказова больше подробностей. Одно из нововведений финала Кубка России по лыжным гонкам в Кировске. Новые трибуны на комплексе Тирвос на 500 мест. Сейчас ведется монтаж. Таким образом, все болельщики и любители лыжного спорта, кто приедет сюда на комплекс в день проведения стартов, смогут во всех деталях разглядеть старт и финиш чемпионов и испытать настоящие спортивные эмоции. Металлическая конструкция 4 метра в высоту. Ее устанавливают прямо напротив стартовой и финишной зоны. Трибуны высокие, а значит от болельщиков не ускользнет ни одна деталь. Организаторы побеспокоились не только о комфорте зрителей, но и представителей СМИ. Телеканал Матч ТВ, как и в прошлом году, проведет прямую трансляцию финала Кубка России по лыжным гонкам в Кировске. Зрелищную картинку будут передавать более 20 телекамер. Трасса подготовлена для работы федерального канала Матч ТВ. В течение опять более 10 часов Кировск будут показывать по федеральному телевидению, показывать гонки. Для этого сделаны проколы, как я говорил, через которые будут проходить кабели. Финал Кубка России по лыжным гонкам стартует в Кировске 2 апреля. Всю неделю лучшие лыжники страны, действующие олимпийские чемпионы, будут соревноваться на хибинских трассах. Кульминацией станет масс-старт в гору. Первый в истории российского лыжного спорта. Гонка начнется на стадионе Горняк, продолжится в городском парке, а финишную часть дистанции лыжники пробегут по склонам горы Айко Айвенчор. Набор высоты составит 460 метров. Финиш у ресторанного комплекса Плато.